Прошло два года и два месяца со дня ритуального убийства политика крупного Немцова Бориса Ефимовича на мосту напротив Кремля в Москве. И вот два года, два месяца прошло, накопилось много материалов, и кроме того, проанализировав этот факт с точки зрения теории Пифагора, феноменагоги Пифагора, можно внести некоторые уточнения, вот вопрос в этот. Ну, во-первых, само место было выбрано, это ясно, что это было для ритуального убийства, потому что его можно было ликвидировать так же, как вот Политковскую в подъезде там около дома или где-то в любом другом месте, довезти до дома, куда они шли с Дурицкой, там где-то в подворотне его и прикончить. Ну, это было сделано именно вот демонстративно на мосту. При этом было, смотрите, сколько мер, какие меры, сколько народу в этом участвовало. Там целый, наверное, батальон участвовал в этом деле, в этой операции по ликвидации Немцова. Во-первых, за ним следили, до этого и в этот день следили. Во-вторых, значит, было обеспечено минимальное движение по той трассе, по которой они шли со своей партнершей Дурицкой Анной Александровной. И эта дорога была практически пустая, но кроме тех людей, которые, собственно, и следили за ними. А на другой стороне было много народу моста. И, кроме того, очень удачно подъехала вот эта уборочная, снегоуборочная машина. А снега-то не было. Как тут быть-то? Кроме того, снегоуборочная машина как раз встала в тот момент, когда Немцов поравнялся с лестницей, которая на мост, лестница снизу поднимается, со стоянки автомобильной. И в то же время перекрыла единственную камеру, которую, видимо, не смогли демонтировать они перед этим. Она принадлежала, наверное, другому ведомству. А все камеры ФСУ, которые там были, они были все отключены. Ну, кроме как вот сейчас обнаружилось, есть еще запись аналоговой видеокамеры, которая стояла на башне. Напротив была башня моста, есть башня. И вот там стояла аналоговая камера, о которой только недавно стало известно. И там ход убийства с этой стороны, потому что тут так удачно, что машина встала. А потом, когда, собственно, выстрел произошел первый, то тело Немцова оказалось лежать за столбиком. И тоже эта камера, она не захватывает. Видите, как совпадение, какие интересные накладки. И когда уже над ним Дурицкая склонилась, над Немцовым, то есть его было не видно. Было видно только ее вот эту белую шубу. И в дальнейшем все движения, ну, тут расшифровано, я дам ссылку, очень подробно все расшифровано. Все раны там, все пули, все засвидетельствовало, что стреляло два человека. Первый человек какой-то неумелый стрелял. Он сделал всего два выстрела. Первый выстрел, он попал в бочину, ранил практически, обездвижил Немцова. И Немцов, падая, за руку прихватил Дурицкую, она тоже упала с ним, а второй выстрел мимо прозвучал. А дальше у него заклинило пистолет, у этого первого стрелка. И в дальнейшем там произошла небольшая заминка в этой системе. Сразу Дурицкую позвал. Командир сидел, наверное, в машине, сам штаб-то находился в ликвидации. В этой машине, в поливальной машине. И вот туда пригласили Дурицкую. Пока Дурицкая была, какой-то человек вышел, подошел, склоняясь над Немцовым. Опять же за столбиком не видно было этой видеокамеры. И вот дальше уже эти, тоже с глушителем, остальные выстрелы произвел. В этот же бок ему, в один и тот же бок, как он лежал. Вот, его прикончили уже окончательно. И когда уже Дурицкая начала метаться, уже они все рассеялись, эти товарищи. Они поняли, что уже работа сделана. По левомойчине эта машина уехала, и контролеры все разошлись. И все эти, как киллеры, вот два этих. Первый киллер сразу на машине уехал, его сразу везли. Он как из-за машины выскочил, вот эти два выстрела сделал. Его сразу забрала машина. С моста уехал. А второй киллер спустился. И еще два человека подходили, контролеры выясняли вопрос. И прошло только 9 минут, когда первый звонок сделал прохожий. Позвонил в скорую. 9 минут, садя как выстрелы первого выстрела. Около 9 минут. То есть ни Дурицкая, ни водитель, никто ничего, в скорую никто ничего не позвонил. Вот таким образом. То есть накладка за накладкой. Ну и дальше само дело. Само дело тоже интересно развивалось. НТВ, вот эта запись, видеозапись, она появилась потом. А первое следствие там очень скомканно, все очень быстро нашли там этих. Проявили рвение, нашли убийцу. А потом заказчик-шофер оказался, чтобы наверх не выходил. Вот заказчик-шофер, а он уехал за границу. И второй организатор, командир этой там дивизии, какой-то Восток, Чеченской. Тоже за границей в розыске. И очень так быстро все сляпано. Но тем не менее, вот следствие до сих пор и на суд присяжек неизвестно, когда оно это дело выйдет. Но, по крайней мере, с потерпевшими, родственниками Немцова и с адвокатами согласовано, кто убил и кто заказчик. Они с этим согласились. Но сначала не соглашались. Тоже интересный момент. Что интересно, что вот в этот день как раз вот был день силовых операций. Это был 27 число февраля. Он был объявлен день силовых операций. И Немцов выступал на Эхо Москвы. В прямом эфире. По сетевизору его транслировал. Здесь я сошлюсь на эту последнюю его запись. Там было видно, что он уже сам на себя не похож был. И кое-какие там пророческие слова про это. Народ у нас мало, мол, не хочет собираться на похороны. Вот мы должны перво собраться на митинг. Так на митинг он созывал народ. А вот и получилось, что на похороны. Дальше. Сама вот Дурицкая, она вот в белом. Как светилось очень хорошо. Видно было, что вот она идет в белом. Значит, рядом с ними Немцов. А не Навальный. Кстати говоря, Навальный вот за день до этого, перед этим, за сутки до этого, устроил в метро провокацию. Ну, явно просто полезно рожен сознательно. И его на 15 суток сразу за эту акцию он там призывал что-то, призывы, начал выкликнуть метро, как это ненормальный. Ну, видимо, он что-то знал. Ему предупредили, что будет сакральное убийство. Кстати, Путин предупреждал, что могут быть вот сакральные такие убийства-то, на Пурим. А Пурим, что там? Впереди был Пурим. И что ж, Навальный, а их было оставалось всего двое. Навальный и он. А второй-то за границей. То есть, самый миллионер-то, который их поддерживает-то. В тюрьме, который сидел Ходорковский. Вот их трое. И лидером был, как бы, Немцов. Навальный орвался тоже к власти. Но, видимо, был тоже в теме. И он сел в тюрьму, чтобы этот момент, День силовых структур, провести спокойно в тюремной. Потому что он уже ожидал, что его тоже могут завалить в любой момент. Его, видимо, предупредили оттуда. По тем каналам, он связан тоже с Америкой, как и Немцов. Вот. Так же, как и Чубайс, все они оттуда, и из обкома Вашингтонского. СРУ работники. Считай, штатные. И вот, вот, Дурицкое, значит, в Белом. Место для сакральной жертвы. И регулированная трафика по правой стороне дороги. Прохожих не было. И машины были перекрыты по правой стороне. А поливы машины шли, и прохожие шли. Вот что интересно. То есть, это все было, как говорится, кто тут участие принимал, неизвестно. Но разные есть свидетельства. То, что, может быть, это и действительно руками было сделано вот этих чеченцев. Легко разогреть на этот момент было. Потому что Немцов перед этим про Путина высказывался, там, и так далее. Плохо. Они болезненно это воспринимали. И за ним они следили. Отключенные видеокамеры. Ну, это, значит, явно и была помощь. Уже известно, что. И заради было известно, что Дурицкое именно поведет его по мосту пешком. То, что было согласовано. И плюс к тому, что Дурицкое фактически отпустили, ничего его не допросили. И дальше, как развивается наследствие. Ведь следствие, в Москве же этих следователей, это как собак нерезанных. И им надо кормиться. Это надо тома, дела писать. 80 томов-то надо написать. Чтобы показать, что они работают-то. Вот 80 томов надо написать следствие. А казалось бы, что не используется детектор лжи. Вот сейчас бы эту Дурицкое. Для выяснения личности. Имеяли право на 3 суток задержать. Пусть даже в гостинице и всё. И тут же в гостинице её прокатать на этом детекторе. Вот это было бы всё дело. Но это никому не интересно было-то. Ведь это тогда, как же правда всплывёт. А это нельзя. Право, не должна право. Поэтому вот Дурицкое было выведено, как будто просто она такая девочка. Она такая молодая, 23 годика. Она ничего не понимает. За границей не ездила с папиками она. Сопровождать этих богатеньких папиков. Она не ездила, ничего она не знает. Малообразованная девушка. Вот здесь их не снимается и так далее. Но сейчас мы знаем, что молодёжь-то она... Она уже с 16 лет, уже такая развитая, что у них и шарики соображают, как заработать деньги. Вот, снегоуборочная машина. Явно было прикрытие. Прикрытие от одной камеры. Они эту камеру знали, что она есть, эта камера. Но они не могли её демонтировать. Потому что, видимо, с этой камеры постоянно она была на контроле у дежурного какого-то, эта камера. А все остальные камеры у них были в ФСУ. Поэтому они их сразу все убрали. Ещё вот аналоговая, не знаю, не знаю, как появится эта запись с аналоговой камеры с противоположной стороны, со стороны башни. Вот. Значит, Путин эти сакральные жертвы он предсказал. И, в принципе, Немцов, я как сейчас покажу, он вообще, в принципе, никому не мешал. Он со всеми относился хорошо. Ну, как оппозиционер он должен был там возникать на власти. Он оплачивали ему хорошо это оппозиционное деятельство. Так, аж Зюганова оплачивают, Явлинского оплачивают. Это все эти партии, они же из Кремлёвского котла-то ложками-то большими, вот такими, черпают. Эти партии-то все оппозиционные. Так же Немцов, он же пристроился к этой политике, был даже депутатом Думы. Вот. Подозрительно быстро найдены исполнители и заказчики. Все они ушли сейчас в отказ. Ну, выход на кадры был перекрыт, значит, был определен заказчиком, вот водитель, который подвозил этих киллеров. Он им обещал вот эти миллионы-то откуда-то. Вот. Непонятен мотив убийства. Ну, мотив-то, кое-что прояснил вот посол Англии. Он сразу выступал. Где-то он проболтался тут немножко. Он сказал, что, несмотря на то, что погиб такой лидер оппозиции, там лидеров много, мол, и они все ребята такие смелые, то есть это не только не остановит оппозиционное движение, но наоборот, смерть Немцова сплотит. То есть она покажет, что вот власть может против каждого их применить, и надо вместе объединяться, все вместе. То есть является, вот это вот посол Англии, то есть это была заготовка английская, частично, ну, иностранную заготовку, можно сказать. А посол просто проболтался с целью вот этих вот убийств. Рассказал про одно из целей убийства. Целей было много. Немцов сидел на финансовых потоках от заграницы. Ну, первый миллион там этих евро ему дал Лех Валенце, как известно. И на этот вот миллион евро Немцов сразу организовал фонд свой. Этим фондом руководила фактически его жена, там она спонсоров привлекала, чтобы они пополняли туда. Ну, эту схему сейчас использует у нас наш этот медвежонок, он же по этой схеме идет. Тоже у всех фонды, туда фонды эти заливаются, бабло, и вот они сидят, строят дворцы, виноградники у них, все на основе вот этих фондов. И они уже чистые. И Немцов-то вот это же, его было ноу-хау вот эти фонды создавать. Фонд там Ельцина, фонд Немцова. Это было его ноу-хау первое, первый фонд он создал. И он даже этим хвастался, говорил, что меня не за что критиковать. У меня критике я не подлежу только за одно, что я бабник. Ну, бабник, я бабник есть, но я не обижаю девушку, там плачу им, даю там квартиры, дачи, дворцы все даю и деньгами не обижаю. То есть все заливали ему деньги, он спускал, это тоже было как бы иностранным товарищам, это не нравилось, потому что он эти деньги много спускал. Он был добрый человек, покупал он драгоценности, вот этот вот Дурицкий мужик, в бриллиантах ее все одел. И она сейчас закупила на Украине уже 4 квартиры, издает 4 квартиры, то есть уже бизнесменка он ее превратил. Фактически с Ельцова началось. И также многих других он так привлек, кто действовал в фонде. Так вот кое-что про мотивы мы теперь прояснили. Ну, то, что внутри тоже были заинтересованные лица, конечно, у него друзей-то было мало, но друзья всех, он с друзьями, он жил как раз хорошо. Но друзей подумать сложно, даже вот миллионеры, которые с ним общались, они отзываются о нем хорошо. Их матом там кроет, вот я здесь фильм про Немцова, значит, путь Немцова, здесь будет ссылка у меня на эти все материалы. И на материалы следствия, как независимое расследование этого убийства, досконально изучать, документированное. Бенефициары, кто вот убийства являются? Ну, обратился я тоже, то материалы взял, думаю, может быть, какие-нибудь экстрасенсы у нас есть, что-нибудь они сделают. Да, оказывается, вот была такая Синицына, она есть Синицына, Дарья. Да, Дарья Синицына, но она в основном сказала, что на 100% это заказ за границей. Но это не определенный заказ за границей. У нас и Чечня, и Белоруссия сейчас за границей, он свою песню поет, этот батька-то. Он занимается политической проституцией между Западом и Востоком. Сидит на двух стульях. Так же вот, и Чечня, она тоже деньги дает, пока Москва, он будет служить. А сейчас вот задержи немножко деньги, он уже узлыл, тут ему немножко хотели урезать. Так он такой вой поднял, как Лукашенко стал, да. Вот давай, мол, это деньги не зажимает центр там Москва, присылай. Вот таким образом, это тоже можно считать за границей. Так же вот и Украина тоже за границей. Кино-то было, Павел Шеремет снял кино. Последний, про немцового, к 50-летию его здесь сошлюсь. И вот это Павел Шеремет тоже на Украине его и ликвидировали. Так что бенефицары, по мнению его, такой ясновидящий, синицыный, что чисто за границей. А другой экстрасенс, который по доске смотрит на доску, доска разбита на клеточки, и он вводит там датчиком своим карандашом. И он сказал, что на 45% будет, это наша разработка, а на 55% зарубежная. Ну, может быть, вот они оба и получилось, что они оба правы эти. Так как деньги-то ему давали в основном, конечно, спонсоры и внутренние, и зарубежные. И внутренние, он должен был чего-то там. Много он там задолжал, особенно вот в Ярославской области, когда он командовал Ярославлем. И еще из Новгорода у него тянулись дела, по Новгороду у него долгов много было. И многие долги он не отдал. Вот это тоже одна из причин могла быть. И вот сейчас в связи с отсутствием Немцова, сейчас вот выдвинулся Навальный. А там произошла возня какая, что ФСО фактически помогло, оно могло и не участвовать в ФСО. Ну, оно просто могло своим, как говорится, там охрану сняли, камеры заглушили, все, тихо, мирно. И подали там, где надо, машинку подкатили, снегоуборочную дорожку расчистили им всем. И они, пожалуйста, подъезжали, они уже знали, что они где подъедут, все, что они за ними следят заранее, все. И они расчистили поле деятельности вот этим вот киллером, которые... Их надо всех прокатать же на детекторе лжи. А никто этого не сделал, и не опубликованы это, показания детектора лжи. А это в первую очередь надо. Тогда не надо писать эти томаты многие. Может оказывается, что не надо их писать-то. Они скажут, что это все туфта. Мы были там-то, там-то у нас алиби. Или наоборот скажут, да, вот у нас вот это, вот это. Ну тогда выведет, выше выведут они. А это неинтересно. И следствию неинтересно. Поэтому у нас выводит другая какая-то ветка. Выводит, дает вот в НТВ вот этот материал видеокамеры. И сейчас она подкинул еще вот к суду. Этого подкинул, что еще, оказывается, аналоговая камера была, которая снимала, и с нее материал интересный есть. То есть еще подбрасывается материал-то в топливо. Дровина-то в эту, в печку вот этого дела-то, раскаленную. Хотя уже эти все родственники смирились. Им теперь уже все равно. Они там наследство поделили все это. Им уже до ламочки, они поминают там. Свечки ставят за упокой. И все такое. Ну, а результатом-то вот этого всего убийства тоже большая получилась перестановка в силовых структурах. Там образовалась целая система, национальная гвардия. То есть мы что имеем сейчас? Армия у нас, она отдельная организация. Теперь Министерство внутренних дел еще организация. ФСБ еще организация, ФСО организация еще, и еще национальная гвардия. Вот таким образом, это я не все еще рассчитал. Там еще другие есть службы, которые, ну, типа как опричноконник, который работает, это называется опричники. Мы их не считаем. Сколько их там, этих опричников. Вот. Таким образом, бенефициары, вот они есть. Они и внутри есть. А за границей она тоже есть. Они его, как жертвенного животного, в политических целях использовали. И в экономических. Он перестал их дать-то все время деньги в этот фонд-то. Ну, сейчас фонд-то это, кстати, продолжается. Занимается вот старшая дочка его. То есть фонд процветает, она постоянно за границей. Фонд все время пополняется. И через этот фонд уже питаются разные партии СПС. Союз правых сил, Парнасы вот эти все вот эти. Через этот фонд они подпитывались раньше, по крайней мере в 15-м году там. Ну, и сейчас, видимо, денежки-то это текут. Вот. Теперь я хотел не на это обратить внимание, а ближе к нашей науке. Потому что здесь я могу не специалист, только опираясь вот на то, на те материалы, на которые я сейчас тут сошлюсь. А наша-то наука заключается в том, что мы на Пифагоре, стоим на Пифагоре. И мы утверждаем следующее, что на основе вот этих многих наших лекций, которые раньше мы провели, изучение материалов многих личностей, персонажей, важных таких деятелей, начиная там от царей и кончая там помельче учеными какими-то, лебедцами и так далее. Мы определили, что вот эта матрица Пифагора, она работает реально. И она дает психопортрет человека. Мало того, она может предсказать, если, допустим, человек не знает свою матрицу, по этой матрице можно предсказать, что с ним случится, в принципе-то. Вот это мы уже рассмотрели в предыдущих лекциях. Мы сейчас вот покажем это на примере Немцова. Мы рассмотрим их в психоматрицу. И именно вот связки вот этой, они на мост вышли вдвоем, и вот эту двоицу мы эту рассмотрим, Дурицкую и Немцова. И видим, все как интересно заворачивается. Вот Немцов Борис Ефимович. Видите? Человек, он, в общем-то, не конфликтный. Компромиссный человек. С ним поговорить, он душа человека, его все хвалят. Все им довольны, все его, как говорится, вся вот эта еврейские мальчики, которые при Кремле, при Ельцине, подкормились, они все им довольны. Вот. И смотрите, вот у него только единственное, что он вампир. Вот он лез в политику, его мама толкнула в политику. А зря. Потому что в политике вампирам делать нечего. Они будут именно вот таким жертвам и животным служить. Несмотря на то, что у него здоровье-то есть маленькое, ему надо заниматься физическим трудом. Ну, он и занимался, он физкультурой хорошо занимался. Это он выполнял. И логика у него насчет своей финансовой безопасности есть. То есть у него схвачено все было. Кое-какое везение есть. То есть ему везет вот в картах вот этих вот всех критических ситуациях. Он выходил, помогали ему друзья. Ну, у него вот есть недобросовестность определенная. Он в долг возьмет и не отдаст. Вот это нулевка. Она говорит, восьмерок нету. И три девятки у него очень общительный человек, очень коммуникабельный. И с ним легко вести беседу. Но, с другой стороны, он фанатик. Фанатично что-то вот упрется, и он добивается это. Людей он очень, не очень любит. Семье тоже плохо у него. Ну, известно, у него там семьи. Дети разные, семьи разные, жены разные, семьи. Вот это единичный человек попадает в это дело. Много целей он ставил. Да, он туда метался, туда. Новгород, Ярославль, Дума. И он был же фактически у Ельцина учеником. Ельцин хотел сначала его ставить, но вот, видимо, он понял, что у него не хватает вот этой энергетики. Хотя, сейчас, у нынешнего тоже нету этой. Он тоже, у него не хватает этого дела. А, нет, у него три двойки здесь. У нашего, у него три двойки. Ну, день рождения у него неточный. Мы говорили, что день рождения Путина указан неверно, как он. Неверно, это не тот день рождения должен быть. И вот насчет женщин у него, видите, склонность, необходимость. Вот в этих всех женщинах четверка. Ну, вот и вся фактически психоматрица. Он должен быть физическим трудом заниматься. Вот на строительстве там каким-нибудь или токарем, слесарем. Ну, в крайнем случае, вот ездить там со спортом заниматься, журналистом каким, общительным. Ну, не политиком. А вот он как компромиссный, да, вот как журналюга. И он бардачный человек. У него все в беспорядке. Но потом как-то он все собирается и приводит иногда в порядок. Но это бывает очень редко. Вот. И общая матрица у него тоже, она не положительная. Вот она плюс 7. Но мы говорили, что если плюс 7, то надо отнять 5 и перевернуть знак. То есть превратиться это в минус 2. То есть он, в принципе, деструктивную политику вел в Кремле. Он был деструктором там. Вот рассмотрим Дурицк. Видите, это уже совсем другой человек. Это Самодор. Он хоть и молодой, но он Самодор уже от рождения. И у нее энергетики есть на медсестру. И вот здесь тройка у нее есть. Вот тройка. Тоже такая же бордачная, как и он. Много очень общего у них. Видите? Тройка, четверка, две семерки. Вот этот ноль и три девятки. Видите? Это специально было подобрано партнерша ему. И такая же вот фанатичка. Восьмерка. Фанатичка. Но более сдержанная она в сексе. То есть она могла его ждать спокойно. В Киеве сидеть. Потом приехать к нему. Вот с семьей тоже у нее. Она никак не может создать семью. Много привычек и очень много целей. Всего хочется, всего много. Вот такая Дурицкая Анна. Самодурицкая. Анна Александровна. У нее минус шесть. Это полный деструктор. Вот такие два деструктора собрались. Очень похожи. Поэтому они... Им общаться было легко между собой. Они друг друга понимали. И вот она такой была приманкой для него. Для того, чтобы вывести его на этот мост. Потому что не случайно белую шубу одеться. Когда кругом мрак. Это ясное дело, что это была такая лакмусовая бумажка. Ну, не это. Более развернутую характеристику. Вот эта матрица Пифагора дает китайский календарь. Вот сейчас мы его почитаем. С материальной точки зрения он является по китайскому календарю желтая земляная свинья. Желтая земляная свинья. С материальной точки зрения она, эта свинья, найдет то, что ей необходимо для прожиточного минимума. У нее будет работа и деньги. И для этого не нужно затрачивать больших усилий. В течение всей своей жизни будет получать помощь. Вот видите фонд. Которая поможет ей достичь высоких финансовых сфер. Но на самом деле очень многие деньги он и заработал, и потерял вот в 2008 году. Народная мудрость гласит, что ей свинья всегда доставят пищу с задней мыслью. С задней мыслью. Чтобы она стала жирной, ее можно было бы съесть в новогодние праздники. Вот понапуримая можно. Поэтому ей необходимо быть осторожной и не доверять никому. Обычно ею зло употребляет. Тоже произойдет и в области чувств. Она часто будет любима, но не реже и одуречена. Разочарована. Но это дальше мы не будем. Она легко дает себя одурачить, будет принимать свои неудачи безмятежно. А недостатки других терпима. Будучи хорошим игроком, никогда не обнаружит дух соревновательности. Беспристрастно, что для уверенности в своей правоте будет бесконечно... Поступает она честно и лояльно в том или ином случае. Необыкновенно искренне. Но это так и есть. До такой степени, что полностью уничтожает сомнения. Обезоруживает своих противников. Если лжет, то в крайних случаях. И только для самозащиты. Хотя она умна, он умен, в ней нет хитрости, ни на грош. Часто случается, что ей не хватает сноровки. Беспомощной, против лицемерия. Она запутывается в попытках оправдаться. Она всегда верит в то, что ей говорят. И испытывает потребность давать доказательства того, что она сама утверждает. Свинья веселый товарищ в обществе. Так оно и было. Немного распущено. Так оно и было. Редко говорит. Но если на это решается, то высказывает все разом. Как в последнем выступлении в пацифистском. И ничего не может ее остановить. Ну, дальше хорошая характеристика. Можно прочесть. Я сошлюсь на эту матрицу. Вот. Это будет такое задание у меня. Таким образом мы видим, что сногсшибательно точно определяет Немцова. Вот это китайская грамота. Эпифагорова матрица. Вот такие маленькие небольшие шляхи. То есть это чисто ритуальное убийство. Конечно, совершенное самими же его еврейскими мальчиками, которые давали ему деньги. Ну, вот он обращался с ними с деньгами. Не важно. Не так, как им хотелось. Потому что тратил их по-солдатски, по-русски. Будучи еврейским мальчиком, он тратил их по-русски. А по-русски как? Что пропитый и прогребённый, всё в дело произведено. А вот он так вот растратил деньги. И налево-направо дарил. А зарабатывать у них в обоих нету. Вот что нету дара. Даже по матрице у них слабый дар зарабатывать деньги. Вот у Немцова, вот у него тройка. А у неё вообще единицы. То есть она живёт за счёт папиков, которые вот она подцепит. Вот эти папики, кто ей сужает деньгами. Так что она была, может быть, и не убита только потому, что у первого стрелка осечка. А второму не было заданий её приканчивать, потому что уже много. Она засветилась здесь, бегала, и уже нельзя было её трогать. Слишком много было уже свидетелей тогда. Ну, вот такие дела. Надо сказать, вот такая вот она хуцпа получилась у него. Он действовал вот с этой хуцпой. И в то же время хуцпа его перемешалась с его судьбой. Конечно, зная вот эту психоматрицу, он бы ни за что не полез в эту политику. И как вот эта мать потом просчиталась, как же она его пихнула. Он же, он учился, хотя на радиофизику, но у него же нету данных на этого радиофизику. Хотя он и защитил там как-то кандидатскую. Ну, это может быть Новгородин. Ну, так же, как, наверное, Березовский защитил на чужих трудах. Вот у него тройка. А здесь, как минимум, должны две тройки, чтобы на учёного. Две тройки должны быть. А так у него физический работник, ну, тренер по физкультуре и журналист. Вот у него что-то по этому. Либо физический вообще только слесарь или строитель. Сварщик там, бетонщик и так далее. И водитель автомашины строительной. Вот такие дела. То есть, опять призываю к чему? Рассматривайте свои психоматрицы. Смотрите, к чему они ведут вас. И ни за что не пытайтесь, вот, сделайте себя, допустим, какого-то там учёного. А у вас тройка нет, у вас физический дар. То есть, вы прекрасный будете работник. Там слесарь, лекальщик. Там фрезеровщик высокого, электрик, настройщик, программист и так далее. Но вы не учёного. Не надо пользоваться и политиком. Вот если у вас энергетики нету. Ну, вы полезны в политику без энергетики. Или там тише воды ниже травы, помощника, да. Помощника где-то около высокоэнергетического человека там. У кого три... Вот около Путина мог бы он спокойно работать. Если бы он лояльный к нему был, и Путин бы его... Здесь получился бы тандем хороший. Вот как в частности... Они с Медведем. Работа у них дополняющая матрица. Дополняющая. Но эффективность тоже мало. Почему? Потому что опять они не своим делом занялись. Они же юристы по образованию. Вот. И... Вот Медведев, он как юрист, да. Он по матрице, он юрист и есть. И надо было бы следователем там. Или науку юридическую двигать там. Вышинским каким-нибудь будете. Или Бастрыкиным. А они пошли не в свою хозяйственную деятельность. Это даже никто не справился. Особенно вот Немцов, когда он с низкой своей энергетикой пытался там кабинетом руководить. Около Ельцина крутится. Около сам больной этот Ельцин. И вот команда, конечно, у них веселая была. Там и Хакамада, и Чубайса, и Немцов. Гайдар, и много еще таких вот молодых было, которые с веселым таким, с веселой этой еврейской хоть спой разваливали экономику России. Ну вот это чем кончилось. Вот эта хоть спа, она упирается всегда в судьбу. И уже судьбу ты не перепрыгнешь, если не следовать воле Бога, воле неба. Бога – это кто верит Богу. А кто не верит – воле неба. При мудрости так. При мудрости все верят. А в разум мировой там, при мудрости так далее. Всего доброго. Таким образом мы выяснили, что да, это заклание Балаганца. Вот как у евреев там. У них козел этот вот отпущение. Ему красные ленточки навязываются. Вот как у нас сейчас вот эти ленточки-то всем навязываются. И на двери это его квартиры навязываются, эти ленточки. Вот. Потом его выводят в поле, потом там его зарезают и делают из него шашлык. Ну вот все и получилось из этого. Потому что человек, он очень доверчивый, он все с открытым. А не понимает то, что политика – это вещь, она всегда с двойным и стройным дном. И нельзя там давать себя использовать. В частности, вот иностранным деньгам там и кто к тебе как-то с деньгами с подачками идет, не всех надо принимать. Иначе там замажешься так, что потом не отмоешься, семь поколений твоих детей не отмоются. Все будут на них пальцем показываться. Вот это вот, кто вот это организовал фонд Немцова. Это друг скажет Медведева. Тоже фонд Медведева. И вот такая вот хоть с паповой получится. Будьте здоровы, всего доброго. Учимся у Пифагора пока.